Три дня остается до начала календарной весны, и вместе со снегом во многих регионах сходит и асфальт. Некоторые трассы стали напоминать лунные кратеры и полосу препятствий. На карте убитых дорог, которую создал Общероссийский народный фронт, каждый день появляются новые ямы. Информацию о них присылают автолюбители с мест. Качество бездорожья оценила и наш корреспондент Валентина Соловьева. Валентина Соловьева Качивают колеса на тротуар. Только по нему теперь можно проехать безопасно. Ростов-на-Дону. Твердое покрытие исчезло аккуратными круглыми дырами. Их автомобилисты сравнивают с лунными кратерами. В Махачкале машинам приходится чуть ли не ужом извиваться, чтобы не угодить в пробоину. Дороги отвратительные. Раз в два года здесь начинается легендарный ямочный ремонт, который хватает до первых дождей. Дожди выпали, и все. Это через несколько дней опять все разрушается, и как будто боевые действия проходили. Как и во всей России нету дорог. Уже за эту зиму два колеса потерял. Вот это раз, пальцы залазят. Это уже все, покрышка как бы неремонтируемая. Двойной порез здесь идет. Ее только на выброс. На этом фоне можно позавидовать автомобилистам Москвы и Санкт-Петербурга, где дороги выглядят прилично, хотя сами водители придираются. Еду я по выбоинам, из выбоин и выбоин не выйду я. Вот такие вот у нас хорошие дороги. Это на Ниве. Если бы мы ехали на какой-нибудь низенькой машине, соответственно, сейчас бы бампер у нас остался здесь. Житель Воронежа Александр Любимый каждую весну пересаживается с иномарки на Ниву, после того, как въехал в лужу 27 сантиметров глубиной. Колесо отвалилось, подвеску пришлось менять. Он подал иск и выиграл 180 тысяч рублей. Устал верить оправданиям дорожников, что дыры якобы появляются из-за перепадов температур. Как и большинство водителей, во всем винит некачественный ремонт. Просто уже пошел на принцип, если они будут делать сразу дороги качественные, а не за откаты вот эти дешевые материалы, то им вылезет это намного дешевле, чем они будут всем возмещать ущерб причиненный. Ну, надоел уже просто столько лет одно и то же каждую весну. Можно не только взыскать деньги за причиненный машине ущерб. Если водитель получил травму из-за ямы, приличный штраф до 500 тысяч рублей ждет юридическое лицо, отвечающее за безопасность полотна. Тем временем общественники призывают водителей рисовать карту разбитых дорог России. Так называется проект Общероссийского народного фронта. Его запустили всего две недели назад, чтобы привлечь внимание местных властей к проблеме. И уже получили огромный отклик от автомобилистов. Почти 3000 километров дырявых улиц из разных концов страны теперь можно увидеть онлайн. Внести проблемный участок на карту разбитых дорог России можно прямо не отходя от ямы. На сайте проекта есть подробная инструкция. Нужно просто отметить участок на карте. В нашем случае это проспект Бусыгина в Нижнем Новгороде. Добавить описание и обязательно сделать фотографию. Метр 15 ширина, длина ямы метр двадцать. И теперь глубина. Смотрим. Глубина должна быть 5 сантиметров, не более 5. Ширина 60 сантиметров, а длина 15 сантиметров. То есть нарушение уже получается в разы информации вся будет уходить в те регионы, из которых приходили сигналы. Для того, чтобы местные власти делали выводы и в первоочередном порядке в план ставили именно вот самые сложные участки дорожного покрытия. Этот проект носит информационный характер. То есть общественники не могут заставить мэров отремонтировать тот или иной участок. А в силах только порекомендовать и проследить, как выполняются пожелания людей. Однако, несмотря на это, уже стали появляться результаты. В Волгограде, к примеру, объявили конкурс на ремонт улицы Кубинской, которую одной из первых нанесли на интерактивную карту разбитых дорог. Валентина Славьева, Роман Серебренников, Руслан Бекбулатов, Светлана Ведяшкина, Первый канал.